МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это ЕНТ. Просто о сложном. Программа о том, как подготовиться к тестированию и сдать его без проблем. Сегодня продолжим изучать историю Казахстана. На дворе у нас 7-й век, эпоха западно-тюркского каганата. Вспомним основные исторические даты, посмотрим, какие задания по этой теме попадаются в тестах, а после узнаем у Айгерима Рахимжановой ее секреты успешной сдачи ЕНТ. Итак, западно-тюркский каганат. Он возник в начале 7-го века после того, как тюркский каганат под влиянием атак извне, междоусобицы внутри, распался на два государства. Одно из них – это как раз-таки западно-тюркский каганат. Его история хронологически вписывается примерно в 100 лет, с 603 по 704 год. Это государство занимало территорию от Алтайских гор до побережья Каспийского моря. Его центр находился в Семеречье. У западных тюрок было две столицы – зимнее – город Суяб и летнее – город Мымбулак. Племена, проживавшие на территории западно-тюркского каганата, назывались «он-ок-будун», то есть народ десяти стрел или народ десяти племен. Они, в свою очередь, делились на две группы – дулу и нушиби. Нушиби занимали более высокое положение, так как они жили южнее. Именно через их землю проходил Великий Шелковый Путь. В этнический состав каганата входили Уйсуни, Огузы, Сангюи, Тюргеши, Химаки и Хипчаки, а также другие народности. Первым правителем западно-тюркского каганата был Тардуш. Правда, пика в своем развитии государство достигло во время правления его преемников Шегу Кагана с 610 по 618 годы и в правление Тона Кагана с 618 по 630 года. При них границы государства расширились на восток до Алтая. После смерти Тона Кагана в государстве начинается борьба за власть. Помните, что в Каганате было два племени – дулу и нушиби? Вот именно их соперничество все время и угрожало существованию каганата. Тогда один из каганов, Ешбар Елтирис, провел реформу. Он разделил каждое племя на аймаки и во главе каждого поставил своего правителя. Но в итоге это не укрепило государство, а наоборот привело к гражданской войне. Она длилась целых 17 лет. От 640 года до 657. Как это часто бывает, нестабильностью внутри государства воспользовались соседи. В 659 году китайские войска вторглись на территорию Семеречья. Ешбар Каган попал в плен и погиб. С этого момента каганат потерял свою независимость и прекратил существование. И вместо западно-тюркского каганата на территории Казахстана появляются новые государства – Карлуков, Огузов и Кимаков, каждая из которых рассматривается в истории уже как отдельное государство. Несколько слов нужно сказать о социально-политическом положении в западно-тюркском каганате. Все раннефеодальные государства на территории Казахстана назывались каганатами. Во главе них стоял Каган, который являлся верховным правителем, владыкой, военачальником и собственником всех земель. Предводителям знати выдавались такие титулы, как Ебгу, Шат и Эльтибер. Судебные функции исполняли Тарханы и Буюруки. Старичины и представители племен назывались Беками. Наместник, который контролировал сбор налогов, назывался Тудун. Основную часть населения государства составлял простой народ, который назывался Карабудун или Черни. Они должны были платить различные налоги, и наиболее тяжелым из них был налог крови или повинность кровного долга, который предусматривал обязательную военную службу. Во время сражений простых людей ставили на самые опасные участки и использовали в качестве живого щита. Еще одна категория населения это рабы. Их называли кун. Рабами становились военнопленные, которых могли потом использовать в хозяйстве, в градостроительстве или в ремесленных мастерских. И, наконец, таты. Это сагдоязычное население, зависимое от западных тюрок. Они занимались торговлей и сельским хозяйством. Итак, напомню. Западно-тюркский каганат за 100 лет своей истории пережил 20 лет расцвета, 17-летнюю междоусобицу и, наконец, распался на отдельные государства. Посмотрим, какие тестовые задания могут встретиться вам по этой теме. Вопрос номер один. Как называлась столица западно-тюркского каганата? Варианты ответа. А. Баласагун. Б. Суяб. Ц. Тарас. Д. Шаш. Или вариант Е. Цыгнак. И правильный вариант ответа это вариант Б. Суяб. Следующий вопрос. Что делали в западно-тюркском каганате представители власти, которых называли буйруки или тарханы? Вариант А. Руководили войсками. Вариант Б. Выполняли законодательные функции. Вариант С. Контролировали сбор налога. Вариант Д. Выполняли судебные функции. Или вариант Е. Были старейшинами родов. И правильный вариант ответа это вариант Д. Буйруки и тарханы выполняли судебные функции. Следующее задание. Назовите хронологические рамки западно-тюркского каганата. Варианты ответа. А. 704-756 годы. Вариант Б. 552-603 годы. Вариант С. 603-704. Вариант Д. 603-656. Или вариант Е. 603-744. И правильный вариант ответа это вариант С. 603-704 годы. Следующий вопрос. Первый правитель западно-тюркского каганата. Варианты ответов. Вариант А. Тардуш. Вариант Б. Шегу. Вариант С. Тон. Вариант Д. Бумын. Или вариант Е. Мукан. И правильный вариант ответа это вариант А. Тардуш. Пятый вопрос. Какие племенные союзы образовались в западно-тюркском каганате? Варианты ответов. А. Дулу и Нушиби. Вариант Б. Кимаки и Кыпчаки. Вариант С. Хунну. Вариант Д. Дайи. Или вариант Е. Кирей. Правильный вариант ответа А. Дулу и Нушиби. Вопрос номер 6. Как называлась ираноязычная народность, жившая в Средней Азии и Южном Казахстане? Вариант А. Кыпчаки. Вариант Б. Тюрки. Вариант С. Тюргеши. Вариант Д. Карлуки. Или вариант Е. Сагдейцы. Правильный вариант ответа Е. Сагдейцы. Большую часть населения западно-тюркского каганата составляли. Варианты ответа. Тарханы. Б. Эльтиберы. С. Тулингуты. Д. Карабудуны. Или вариант Е. Кудуны. И правильный вариант ответа это Д. Карабудуны. Многие из этих вопросов попались абитуриентам и в 2012 году, когда по всем темам была обновлена база с вопросами. И именно в этот непростой год сдавала ЕНТ наша сегодняшняя гостья. Советы старшего товарища дает Айгерим Рахимжанова. Она набрала 104 балла и на грантовой основе поступила в Казахский национальный университет, но специальность пиар и связи с общественностью. Во-первых, нужно работать командой. То есть определенный класс или выпуск вы должны работать вместе. То есть после уроков, например, вместе попили чай, покушали, отдохнули, поболтали. А после этого идите в свободные классы или библиотеки и готовьтесь вместе. То есть кто-то не понимает этот предмет, вы объясняете. Кто-то не понимает другой, тебе объясняют. И получается, это очень помогало, потому что ты понимаешь, что у тебя есть поддержка. Ну и всегда то, что нам говорили учителя, это пить витамины. Нормальный сон, нормальная еда, никаких диет перед выпускным. Главное это витамины и твое здоровье. Я начинала с казахского, потому что я его делала минут за пять. Потом с русского, потому что я его делала минут за десять, потому что он был уже сложнее чуть-чуть. Потом у меня была пятая предмет, это география. Я сделала ее. Потом порешала чуть-чуть математики. Да, математику, историю Казахстана одновременно. То есть я где-то что-то затрудняюсь, я отбрасываю этот предмет, возвращаюсь к другому, потом его прорешаю и обратно возвращаюсь к тем вопросам, которые еще не сделала. И при этом еще закрашиваю кружочки. То есть если уверена в этом вопросе, я точно закрашиваю, потому что потом времени на закрашивание может не остаться. Ну и таким образом, постепенно делая все, можно успеть. Командная работа. Принцип актуальный во все времена. Государство западных тюрков полторы тысячи лет назад погубили междоусобицы. Не смогли они сплотиться, чтобы противостоять врагам. А вот вам, сегодняшним абитуриентам, принцип командной работы вполне может помочь в подготовке к ЕНТ. И успех Айгерим Рахимжановой яркий тому пример. Все, что хотите запомнить и пересмотреть, ищите на сайте www.belintv.kz. Это ЕНТ. Просто о сложном. С нами не пропадете. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok